Продолжение следует... Теперь мы можем начинать. Итак, хочу вас всех поблагодарить, что, смотря на конец рабочей недели, вы развиваетесь и пришли на вебинар. Я хочу также поблагодарить компанию «Академия Директ Медиа» и лично Павла Юрьевича и Татьяну Викторовну за возможность еще раз поговорить об этой важной теме на достаточно широкую и заинтересованную аудиторию. Давайте знакомиться. Долго я, наверное, себя говорить не буду, если что, вы в сетях и в интернете можете найти информацию обо мне. Но, наверное, пять фактов стоит сказать, чтобы понять, почему именно я могу о тестах говорить и какой у меня опыт в этом направлении. Я работаю в сфере обучения и развития 18 лет. Начинала я как преподаватель, затем работала бизнес-тренером и руководителем отделов HR, именно отделов обучения в компаниях, в компаниях «Синергия», компании «Модис». Сейчас я уже занимаюсь собственным проектом, он называется «Никету Талант», «Ключ к таланту». Это тоже тестирование, только это диагностика личностных особенностей, интеллекта и мотивации взрослых людей. В основном у меня два направления деятельности. Первое направление – это тесты и вообще в целом экспертиза системы обучения и внедрение тестирования в компаниях, это и бизнес, и образовательные учреждения. И второе направление – это проект «Китутеллен», где я занимаюсь диагностикой потенциала людей, клиентов, которым важно знать, в какой деятельности они могут быть успешны. Я прошла сертификацию в лаборатории гуманитарной технологии по тестированию, это и психометрические методики, и тесты профессиональных знаний. И в целом занимаюсь разработкой тестов, внедрением систем тестирования с 2005 года, то есть уже 15 лет. Несмотря на то, что это уже 15 лет, все равно тема не перестает быть актуальной, она мне интересна. Я надеюсь, что мы сегодня с вами интересно и полезно для себя проведем наш час. Вообще все вопросы, которые возникают по тестам, как их правильно составлять, как их использовать, можно разделить на две группы. Первая группа вопросов касается именно вообще использования самой методики тестирования, насколько это корректно, правильно. И вторая группа вопросов связана с тестовыми заданиями, чтобы они были правильно разработаны и действительно измеряли те компетенции обучающихся, которые мы хотим измерить, оценить. У нас сегодня с вами достаточно широкая аудитория. Я видела по регистрации участников, что это и школа, и вузы, и колледжи. Пожалуйста, давайте мы тоже с вами, я с вами немножко познакомлюсь, и проверим, все ли уровни образования у нас представлены. Первое, пожалуйста, кто является представителем школы, методистом или учителем школы, пожалуйста, просигнализируйте нам как-нибудь в чат, чтобы у нас школа представлена сегодня на вебинаре. Так. Прекрасно. Дальше. Колледж, уровень СПО, среднее профессиональное образование. Так. Техникум есть, отлично. Понятно. И вузы, пожалуйста, есть ли у нас представители вузов. Да, отлично. Вот, то есть состав самый широкий, и я знаю, что аудитория будет вот такая вот у нас широкая. Мне показалось, что нужно осветить очень важные базовые вопросы, которые нужно учитывать вне зависимости от типа учебного заведения. Будь это частный вуз, государственный, это школа или это колледж. Вот, поэтому у нас сегодня с вами будет такая работа, такие минимальные практические требования, которые важно соблюдать при использовании и разработке тестов знаний для того, чтобы вы получали правильную, достоверную информацию о компетенциях учащихся. То есть я, с одной стороны, дам вам сегодня чек-лист, какой-то практический инструмент, который взял, и можно его использовать сразу же как методисту, так и учителю, как завучу, так и преподавателю. И, конечно, мы разберем еще в конце кейсы некоторые тестовые задания, правильные, скажем так, и неправильные. Посмотрим, какие методические требования в этих заданиях были нарушены, и как их правильно стоит переформулировать. Итак, вопросы, если будут возникать, пожалуйста, пишите во вкладку «Вопросы», чтобы они в чате не потерялись, у нас сегодня очень много. И, конечно, когда будем разбирать тестовые задания в конце, я тоже жду от вас активных действий. Итак, поехали. Что мы обсудим? Качественный тест для оценки знаний обучающихся, как их отличить, что это именно качественный тест. Возможности и ограничения в целом метода для оценки компетенции обучающихся. Тест не панацея, у него есть свои ограничения, когда его можно применять, когда нет. Дальше. Какие же все-таки существуют базовые методические рекомендации по разработке дидактических тестов? Вот мы посмотрим базовые принципы, что делать в конкретной организации, такие мини-советы. Если у вас эта система еще не налажена, или налажена, на ваш взгляд, на таком начальном уровне, как стоит поработать, чтобы тесты стали важной и качественным элементом педагогической диагностики в образовательном учреждении. И мы в конце разберем тестовые задания, о чем я уже сказала. Итак, первое, с чего я хотела бы начать, все-таки отличить контрольные и обучающие тесты. Потому что есть, вот в моей практике, есть некая путаница. И хочу подчеркнуть, что мы сегодня будем говорить именно про контрольные тесты. Поэтому сразу хочу подчеркнуть такие важные отличия. Их немножко больше, но вот такие самые основные, самые важные, для того, чтобы их не путать друг с другом. Первое, в контрольном тесте, как правило, отсутствует разбор ошибок. То есть обучающийся не получает в момент тестирования или после тестирования такую подробную обратную связь, что сделал верно, что нет. Обучающийся на это направлен, на то, чтобы стимулировать интеллектуально-мотивационную деятельность учащегося, изучение предмета. И чтобы он использовал этот тест либо для самоконтроля, чтобы проверить прочность знаний и перейти к следующему элементу. на более, скажем так, сложный уровень обучения или перейти к другой теме, к другому блоку или модулю. Или преподавателю важно понимать, что еще можно скорректировать в процессе обучения с помощью либо вот этого обучающего теста, либо отдельных тестовых заданий, которые даются после каждой темы. Далее. Контрольный тест – это всегда задание в разброс. Неправильно в точке зрения методики нарушение достоверности и нарушение, скажем так, надежности измерений, когда у нас тестовые задания связаны друг с другом логически. Одно вытекает из другого. В обучающем тесте это правильно, это логично, чтобы формировать системное мышление. Далее. Контрольный тест – это всегда равные условия для всех обучающихся и ограничения по времени. У обучающего теста может отсутствовать ограничение по времени, может присутствовать по желанию, зависит от преподавателя, от задач, которые он ставит в рамках учебного процесса. И в связи с этим возникает вопрос, когда же все-таки целесообразно применять обучающие тесты, а когда контрольные. И если мы посмотрим на этапы контроля в учебном процессе, то мы знаем, что есть входной контроль, промежуточный и итоговый. То целесообразные обучающие тесты используют на входном контроле и на промежуточном, а контрольный, соответственно, на итоговом. Причем сами типы заданий из итогового теста могут и должны повторяться во входном и промежуточном контроле в обучающих тестах. Но именно сами задания, как они построены, на какие компетенции они направлены, но не должны в контрольном тесте точь-в-точь повторяться именно по формулировкам те задания, которые были в обучающих тестах для того, чтобы нам действительно измерить и получить валидные данные, достоверные данные о том, что знает и умеет обучающихся. Итак, вот, наверное, на этом хотелось сакцентировать внимание. Теперь давайте мы с вами представим ситуацию, что вы человек, который выбирает для себя подходящий инструмент для измерения. Вот вы, например, покупаете себе какой-то прибор для здоровья. Вам важно, чтобы он точно все измерял, чтобы там была инструкция, и чтобы вы могли правильно интерпретировать те показатели, которые дает вам этот прибор. И у вас, как правило, всегда есть представление, что за марка, как он должен выглядеть, какие элементы он должен содержать, какая должна быть инструкция у этого прибора, когда вы его пытаетесь себе купить. То же самое с тестом. То есть есть некий такой, можно сказать, чек-лист, некие такие базовые требования, сквозь которые можно посмотреть на тест, не погружаясь даже в изучение подробных его деталей, и уже сказать, этот тест надежный, валидный, его можно использовать, будь он даст достоверные результаты или нет, или мы не можем использовать его для тестирования. То есть вот этот чек-лист я называю 7-минимум. Он, кстати, вам отдельно в качестве чек-листа тоже сохранен в папке ресурсовый, оттуда вы можете взять. То есть вы берете этот чек-лист и берете любой тест из интернета или какой-то бланковый тест, и можете с помощью этого чек-листа его проверить, стоит ли вам использовать его у себя в практике. Итак, начнем с первого пунктика из 7, которые будут. Это количество тестовых заданий. Количество тестовых заданий должно быть минимально равно 30 или быть больше 30. С чем это связано? Прежде всего, стоит обратить на два момента. Первый момент – то, что если у нас очень маленькое количество заданий, то повышается процент угадываний. И вот многие ученые, в том числе, например, Александр Георгиевич Шмелев, Вадим Сергеевич Ванесов, которые серьезно занимаются у нас в России тестами тестологии, они в своих трудах всячески доказывают, и опытным путем было доказано, что именно снижение количества заданий меньше, чем 30, оно, к сожалению, повышает процент угадываний, и мы не можем измерить, действительно знает человек или нет. Тест, собственно говоря, теряет свою дискриминитативную способность, дифференцирующую способность выделять тех, кто знает, и тех, кто не знает, кто обладает определенными компетенциями или не обладает. А также еще 30 тестовых заданий – это еще возможность охватить все важные компетенции, которые нужны по этому блоку программы. Соответственно, там должно быть содержание охвачено. То есть у нас есть компетенции. Вот для того, чтобы этими компетенциями обучающийся обладел, он должен освоить это содержание. И все это содержание так или иначе должно быть представлено в тесте. Если у нас контрольный тест за семестр всего 10 вопросов, вы понимаете, что это точно не репрезентативно и не представляет всю тему. И все требования не отражает, которые приявлены к данной программе, к данному блоку. Идем дальше. Для того, чтобы обеспечить достоверность полученных знаний, любой тест должен содержать минимум два варианта одинаковой сложности. Если мы представим учителя в школе, то, конечно же, чаще всего учителя проводят в бланковой форме теста. И ученики у нас сидят рядом. Не во многих сейчас школах сидят за отдельными партами. Поэтому для того, чтобы избежать фальсификации списывания, важно, чтобы хотя бы на этой в паре тестируемых было два варианта. И для контрольных тестов действует то же самое правило. То есть, например, у вас тест из 30 заданий. Это значит, что у вас там может быть 50, 60 или 80 и больше банк тестовых заданий, из которого компьютер или вы уже комбинируете варианты по одинаковой сложности. Идем дальше. Обязательно наличие инструкции для учащихся. Если у вас тестовые задания, они разного плана, например, где-то нужно выбрать один правильный вариант ответа, где-то нужно выбрать все правильные, а где-то нужно выбрать наиболее правильные, то, конечно же, все эти инструкции в начале теста и каждому блоку должны быть даны. И без инструкции для учащихся. А я часто встречаю в своей практике такие вот тесты, просто название теста, варианты и сами тестовые задания. То есть, это неправильно важно сориентировать, как работать с этим инструментом, тестируемого. Это важно. Так, дальше. Время. Очень часто тоже сталкивались с такой проблемой, что не рассчитывают по времени, сколько должно быть длиться тестирование. И, как ни странно, у многих вообще, пока тест не сделал, соответственно, мы его сидим и решаем. Все обучающиеся должны быть в одинаковых условиях. Время на тестирование или в контрольном тесте должно быть одинаковым для всех. И соответствующая сложность тоже должна быть одинаковая для всех. По времени важно посчитать. Если простой, например, тест на воспроизведение, когда просто нужно опознать какой-то факт, назвать фамилию, вспомнить определение, такого базового уровня сложности, который, как правило, одним баллом оценивается, то на такое задание в среднем нужно 30 секунд. Соответственно, если у вас тест из 30 заданий, соответственно, вам нужно 15 минут на этот тест, плюс до этого времени нужен еще короткий инструктаж, то есть временный инструктаж, плюс 15 минут на само тестирование. То есть вот эти вещи нужно проверять. И часто иногда бывает, что мы не получаем правильных, достоверных результатов тестирования из-за того, что слишком мало или слишком много было дано времени. И вообще серьезный любой тест, в том числе и тест знаний, школьный или для студентов, он должен пройти предварительно опробирование на минимум 10 человек. То есть вы берете группу, выборку 10 человек, на них проверяете, за сколько времени в среднем они проходят. Гипотетически вы это время устанавливаете и, соответственно, засекаете. Если 70-80% справились за это время с тестом, значит, его можно запускать. Если нет, вы должны там пересмотреть нормы. Также важно понимать, что у нас, чем дольше длится тестирование, и оно серьезное, большое, тем менее, опять же, достоверные результаты, надежные мы можем получить из-за того, что физически просто студент, обучающийся, устал. Поэтому есть нормы. Они закреплены в стандартах тестирования. Ну, я надеюсь, что вы о них знаете, но все-таки еще раз хотела бы их подчеркнуть, что бланковые тесты должны по времени длиться не более 3 часов, 180 минут. При этом, если это 3-часовое, такое вот серьезное тестирование, должен быть перерыв минимум 10-15 минут между первой и второй частью. Компьютерные тесты должны быть не более 90 минут, то есть полтора часа. И есть задания, которые можно решать 2 минуты, 3 минуты. Если у вас, например, задание на логику, где только на то, чтобы прочитать текст, очень большое такое тестовое серьезное задание, или с формулами, или с графиками, нужно только 1 минута, а на его выполнение еще 4. То есть бывает, что задания могут выполняться, одно задание может выполняться 5 минут. Если 5 минут мы умножим, если они однотипные, они все сложные, к примеру, однотипные, то 5 минут умножить на 30, вот у вас уже получается 150 минут. Вот, поэтому здесь это все важно рассчитать, и об этом часто забывают, и получают недостоверные результаты из-за того, что слишком мало времени дали, либо слишком много времени дали. Идем дальше. Когда мы с вами берем любой тест, мы должны его сразу же проверить на то, что он соответствует требованиям программы по тематике, по трудности. Что здесь я имею в виду? То есть, что мы не проверяем темы, которые заявлены вообще в другом классе, или, например, в более старших классах. То есть, например, задание по русскому языку, то есть, содержит какие-то предложения, ну, не знаю, синтаксис, который обучающихся на самом деле будет изучать только в следующем году. У разных школ разные программы. Есть некоторые отличия. Если вы берете готовый тест, который уже абробируют в какой-то школе, вот на соотнесение темам, насколько они действительно в тестовые задания проверяют те темы, которые изучил учащийся в данный момент, вот это нужно проверить. И, конечно, по трудности, то есть, мы не даем математические задания восьмого класса, там, пятикласснику. Трудность такое понятие, оно субъективно. Еще в современной литературе, в тостологии, сложности, трудность иногда объединяют, иногда различают. Сложность считается таким неким экспертным, объективным фактором сложных заданий. Когда мы считаем, что эта компетенция простая, эта компетенция сложная. То есть, сложность теста в зависимости от того, какую компетенцию он измеряет. То есть, просто репродуктивное на воспроизведение каких-то знаний, умений, назвать дату какую-то историческую. Или более такое сложное, где нужно применить знания на практике и там что-то составить, проанализировать. Например, можно просто воспроизвести дату, а можно установить историческую последовательность событий. То есть, что за чем следовало. Вот установить последовательность уже более сложное задание. Это сложность. Трудность? Трудность это то, что касается не внешней, как бы экспертной такой объективной вещи, а касается субъективного ощущения обучающихся. То есть, одни и те же задания могут быть для кого-то легкими, для кого-то трудными. Но трудность, она должна выравниваться именно по программе. То есть, пятиклассник в России, к примеру, он должен это знать и должен уметь решать такие тестовые задания. Вот, поэтому, когда вы берете какой-то тест, вы просто легко открываете программу, смотрите на тестовые задания, буквально беглые, вы сразу же можете определить, если вы эксперт в этой теме, как что завуч по данному направлению, или вы преподаватель, то вы сможете определить, есть ли там задания, которые будут слишком трудны или не относятся к данной теме. Идем дальше. Шкалирование, перевод сырых баллов в стандартные. Что здесь имеется в виду? Вот есть такая практика, и как-то вот она закрепилась, к сожалению, что за все задания тестовые, особенно в школе, все обучающиеся получают один балл. Но это неправильно. То есть, важно, во-первых, по сложности, правильно распределять баллы. Важно определить шкалу. И вот, когда вы берете какой-то тест, там должна быть как раз расшифровка, шкала баллов, да, она должна обязательно содержать интервалы. То есть, вот интервал, это значит, что он успешно освоил программу, да, вот столько-то баллов он набрал. И неуспешно. И средняя зона, когда у нас либо он угадал, либо он что-то все-таки в этой средней зоне, он знает. Вот. И вот эта шкала обязательно должна прилагаться к тесту, в который рассказывается, собственно, сколько баллов сырых мы получаем, и мы переводим их в какую-то свою стандартную шкалу, по которой мы измеряем. Это 10-бальная шкала, это 100-бальная шкала и так далее. Вот это вот шкалирование, оно обязательно должно к тесту прилагаться, и любой, кто использует этот тест, должен на эту шкалу опираться. Без нее, собственно, тест не является такой научной методикой. Дальше. Нормы заданы. То есть на шкале действительно отмечены интервалы. Ну, к примеру, мы возьмем, что у нас тест 30 заданий, он легкий, и наша задача с помощью легких заданий просто отсортировать тех, кто точно не знает, и отправить их повторять эту тему, к примеру. Или при наборе в ВУЗ мы должны понять, кого мы не берем вообще, кого мы берем на подготовительные курсы, а кого мы сразу берем. Вот, и, к примеру, вот этот тест, он сразу нам выделяет тех, кого мы точно не берем. И дальше у нас остаются те, кого либо мы научиваем, либо берем сразу студенты, к примеру, да, и здесь вот к ним нужно либо какие-то дополнительные меры, чтобы выявить из них лучших и понять, соответственно, принять относительно на них какие-то решения. Вот. Норма задана. То есть, вот в зависимости от того, сколько там баллов, да, в какую группу на шкале попадает учащий, какие решения к нему применяются. И, или привязка к конкретной оценке. Пятерка, там, четверка, тройка, двойка, единицы и так далее. Вот это тоже должно быть сразу прописано в тесте и должно к тесту прилагаться. Вот. Итак, еще раз по контрольному чек-листу. 30 тестовых заданий, два варианта, минимум 30 тестовых заданий, два варианта одинаковой сложности, обязательно наличие инструкции, обязательно проверка на то, что время для тестирования рассчитано верно. Тест соответствует программе по тематике трудности. Есть шкала и есть нормы, критерии, по которым мы вставим ту или иную оценку. Коллеги, я здесь сделаю паузу. У нас уже половину мы с вами рассмотрели до таких теоретических вещей. Вы можете задать вопросы, потому что вот вы сейчас услышали, а я хочу вам сказать, что мы планируем кроме вебинара провести еще онлайн-курс. Вот. И более подробно рассмотреть вопросы тестовой методики. Делать это можно в разном ключе. Если вас это интересует, я хотела бы попросить вас принять участие сейчас, размяться, принять участие в опросе. Вот. И спросить, какое из трех направлений вам более было бы интересно рассмотреть либо на вебинарах, либо на онлайн-курсе. Так, я запускаю опрос. Надеюсь, что вы его видите. Итак, вам хотелось бы разработать самостоятельно тест с нуля. Так, организовать методическую работу в учебном заведении по разработке тестов. Это уже более комплексно, более серьезно. Там команда разработчиков, внедрение, IT-возможности. Или вам просто нужно взять свой тест и попытаться его разнообразить и типы тестовых заданий, их функций. Вы можете выбирать все три варианта ответа. Можете выбирать один вариант ответа. Пожалуйста, голосуйте. Было бы интересно нам более подробно вот с этой темой поработать. И я пока гляну, пока вы голосуете, гляну ваши вопросы. В СПО есть дисциплины и МДК. Есть ли специфика в содержании вопросов теста для аттестации для них? На ваш взгляд, в чем и спасибо. Я не знаю, что такое МДК, но я хочу сказать, что для аттестации одного тестирования недостаточно. Должны быть кимы, то есть контрольно-измерительные мероприятия. Контрольно-измерительные материалы, простите. Вот, кимы. То есть для аттестации важно, чтобы были представлены не только тестовые задания, не только тесты в чистом виде, но и более сложные задания, которые позволяют оценить навыки. Тесты, к сожалению, не все навыки могут оценить. Вот я бы так сказала, что главная специфика аттестации в том, что кроме тестов, там должны быть и другие оценивающие упражнения. Они тоже могут быть формализованы, но теста недостаточно. Надеюсь, что Наталья Геннадьевна, я ответила на ваш вопрос. Можно ли чуть помедленнее говорить в разъяснениях? Хорошо, помедленнее. Итак, у нас, получается, лидерство – это типы тестовых заданий и функции, и разработка контрольного теста с нуля. Коллеги, мы потом пришлем вам еще информацию, вот от Татьяны Викторовны Телегиной будет вам информация, по поводу того, что мы очень хотели бы запустить этот онлайн-курс, и как раз-таки результатом этого курса для отдельного преподавателя было бы то, что мы с вами берем тест, и в течение онлайн-курса мы над ним работаем, и вы получаете от меня обратную связь, экспертную оценку, и на выходе у вас готовый тест, минимум из 30 заданий для какой-то конкретной дисциплины. Мы об этом вас еще спросим и проанонсируем. И спасибо. Я поняла, что в большей степени интересует именно разработка конкретного теста и типа тестовых заданий, потому что у нас, видимо, аудитория – это все-таки прежде всего преподаватели. А завучи интересуются, конечно же, организацией методической работы. Так, спасибо. Я останавливаю тогда вопрос. Так, МДК – междисциплинарный комплекс. Подсказывает мне Татьяна Викторовна. Спасибо большое. Так, итак, мы движемся с вами дальше. И сейчас я бы хотела перейти к четырем китам тестологии. Вот мы с вами переходим ко второму вопросу. От конкретного такого чек-листа к теоретическим таким базовым вещам, которые вы обязаны знать, если вы профессионально используете любые тесты, в том числе тесты для контроля знаний. Эти четыре кита тестологии – это психометрические свойства теста, их так называют. Пусть это вас не пугает. Я попытаюсь доступно их изложить, понятно. И вы должны обязательно на них опираться, когда, соответственно, работаете с тестами и проверять, соответствуют ли ваш тесты этим свойствам. Как раз-таки чек-лист, который я вам показала, из семи пунктов, он опирается на эти четыре кита. Итак, первое психометрическое свойство – это надежность, то, что точно и стабильно вы измеряете это свойство, компетенцию, навык или знание. То есть давайте представим себе, что у вас есть мишень, и вы в нее кидаете дротики. Вот центр мишени – это свойство, например, знание грамматики английского языка. Это центр мишени. Соответственно, дротик – это тест. Вы должны попасть точно в тест. Но у нас не существует методов, которые бы измеряли один в один и в 100% давали точность. У нас любой тест, в том числе и тест дидактический, он имеет вероятностную точность. То есть он попадает не в точку на шкале, а в интервал. То есть мы предполагаем, что более-менее в этом интервале находится наш тестируемый, он, скорее всего, знает и, скорее всего, не знает. Вот для дидактических тестов такая надежность у нас составляет 0,8-0,9. То есть не бывает единицы. Если вам кто-то говорит, что тест надежен, и у него коэффициент единица, это неправда, не вертит. Пока в науке такого еще не было. Опять же вернемся к этой мишени. Мишень – вообще очень такой интересный образ, который и Александр Георгиевич Шмелев использует при разъяснении вот этих понятий надежность и валидность. Итак, вот то, что вы близко попали к мишени, это говорит о том, что тест, скорее всего, такой, простите, валидный. То есть он действительно измеряет то, для чего предназначен. Но вы метаете не один раз, а метаете, к примеру, 3 дротика. И вот насколько близко друг к другу рядом дротики вонзились, это значит, что тест надежный, что при повторном использовании этого же метода вы получите примерно такой же результат. То есть тест ваш должен быть при соблюдении однотипных условий давать примерно одни и те же результаты. Даже вот на той же выборке. Итак, тест измеряет именно то, для чего предназначен. Это вот точность измерения, скажем так, что мы, к примеру, сделали такой тест, который, ну, например, мы слишком сократили время на сложные задания. И у нас обучающиеся находятся в состоянии стресса. И у них мало времени, и они тут вынуждены в большей степени ориентироваться, как быстрее, что нажать, да, справляться со стрессом, нежели, собственно, демонстрировать свои знания. И вот здесь как раз-таки мы, получается, не в чистом виде измеряемые знания. У нас на знания данного предмета накладывается такое качество, как стрессоустойчивость, к примеру. То есть здесь важно проверять, насколько действительно наш инструмент позволяет именно это свойство измерить. Валидность, она бывает и конструктная, так как тест сконструирован, и валидность, она бывает еще критериальная. То есть мы сравниваем, насколько тест соответствует реально демонстрируемым компетенциям по обучающихся. Ну, например, у вас был тест по речи, например, по английскому языку, и вы знаете, как он в реальности, да, обучающийся говорит. Вот эти вещи, они должны коррелироваться. Если это вообще не коррелироваться, ну, соответственно, у вас инструмент не показывает вам истинность, да, то, на каком уровне развиты знания и компетенции обучающегося. Так, ой, так, 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 что-то... Вот так. Репрезентативность. Это в соответствии особенностям тестируемых. Я уже о репрезентативности немного говорила, о том, что действительно этот тест именно для пятиклассников, именно для российской школы, обучающихся по этой программе. Вот. Вы не используете тест, который не подходит, потому что он апробировался абсолютно на другой аудитории. Еще репрезентативность можно рассматривать в ключе, собственно, содержания тестовых заданий, то есть они охватывают весь блок компетенций, оценивают весь блок компетенций, который по программе нужно, стоит оценить. Так, дальше идем. Достоверность. Это устойчивость к фальсификации, да, к искажениям, то есть нет списываний, нет подсказок со стороны тех, кто проводит обучение. И мы действительно проверяем данные. Все находятся в равных условиях. Нет того, что кому-то предоставлю времени больше, а кому-то меньше. Тогда мы действительно знаем, что это достоверные данные. Идем дальше. То есть тест – это далеко не панацея, у него есть возможности и ограничения. И поэтому вам важно понимать, в какой ситуации вы должны использовать тест и в какой не должны. То есть мне вообще не очень нравится эта практика такого повсеместного использования тестов везде и замена каких-то других методов эффективного контроля с помощью тестов. Важно использовать его именно в определенных условиях. Итак, возможности теста. Мы хорошо знаем, что он может разные знания широко охватить. Он повышает объективность. То есть у нас снижается влияние при контроле проверяющего. Автоматизация. Это снимает с нас определенную нагрузку, и преподаватель помимо функций контроля может больше различных задач выполнять. Количественное представление результатов. То есть мы четко видим, интерпретируем сразу результаты, сразу может выставить оценку. Это все очень быстро. Массовость охвата при проведении и низкая цена именно при проведении. Какие ограничения у тестов можно выделить? Во-первых, это все-таки точечная поверхностная оценка знаний. Жаль, что мы в рамках нашего вебинара не сможем, к сожалению, оценить, вот именно на каких, прям по уровням подробно посмотреть, что тест может оценить, что нет. Простите. То есть, если мы, например, возьмем уровни знаний по Блуму, таксономия Блума, наверное, вы с ней работаете, используете в педагогической диагностике, то у нас есть простейший репродуктивный уровень знаний, воспроизведение, затем применение, затем анализ, затем синтез. И для каждого этого уровня сложности интеллектуальных умений существуют определенные методы. Так вот, тест, он, к сожалению, в основном точечно и очень базовые вещи может оценить. И не верьте тем, кто говорит, что прям все компетенции тоже можно оценить с помощью тестов. У него очень ограниченный функционал, и поэтому компетенции, конечно же, нужно оценивать с помощью других методов. Риск фальсификации, к сожалению, сохраняется, тоже ограничение теста, хотя мы снимемся повысить достоверность результатов. Неспособность учитывать состояние испытуемого. То есть, если, например, вы проводите опрос, вы там видите, вот у вас школьник заболел, видите, что вот сейчас стресс, вы как-то можете его посподрить, мотивировать, то есть снять физические, психологические негативные факторы, настроить, тогда он уже вам покажет, на что он способен. В рамках контрольной какой-то процедуры, в рамках опроса, беседы. И тесты, конечно же, этого не учитывают, хотя тоже инструктаж и предварительная подготовка способны снизить стресс при тестировании, чтобы стресс не повлиял на результаты, что там, не знаю, приходят у нас учители в класс и говорят, а сегодня будет тест. И даже, то есть не предупреждая, то есть сегодня мы вдруг будем тестироваться по большому модулю. Некоторые любят устраивать такие сюрпризы, считая, что это повысит достоверность полученных в результате теста данных, но на самом деле это не так тут. От стресса даже самый знающий и отличный, там, хорошист, может показать плохой результат, потому что просто это произошло неожиданно. Дальше. И высокая цена тестов на этапе разработки, если мы делаем качественный тест, это занимает время, и это все-таки, поскольку это время, это оплачиваемое время специалистов, это стоит денег. Вот такие возможности и ограничения, и тогда давайте приступим к неким таким моим простым рекомендациям, когда же нужно использовать тест, чтобы он был эффективный. То есть вот есть принцип некой эффективности при применении теста, и вот мы его наконец-таки применяем. То, что мы должны делать? Какие простые действия вы, как учитель или как методист, можете предпринять в своей компании, в своей организации для того, чтобы обеспечить эффективность использования тестов, чтобы он показал себя во всей красе и приносил вам действительно пользу в педагогической диагностике. Вот семь базовых требований. Люблю я семерку, чек-лист у нас семь, и вот сейчас еще семь базовых требований к тесту знаний тоже. Первый критерий эффективности применения тестов, то есть когда он не вызывает ни сопротивления, действительно дает результаты, все любят им пользоваться, и педагоги, и учащиеся понимают ценность тестирования, если он действительно соответствует требованиям надежности, валидности, репрезентативности. То есть это действительно методика, которой доверяют, она профессионально разработана. Что нужно делать, чтобы такие методики в компании у вас были? Важно все-таки всегда проводить апробацию теста, предварительную, проверять и по времени, и по тому, как сконструировано задание, то есть и на валидность проверять, и на надежность. Дальше, конечно же, еще раз повторюсь, вы можете использовать тесты или тестовые задания 5-10 штук как промежуточный контроль, как обучающие тесты. Но если вы хотите все-таки провести срез, серьезный контроль, то не делайте его по маленькому какому-то блоку, не выдумывайте каких-то дополнительных заданий, чтобы добрать их до 30, а сделайте просто по большому блоку, действительно там, где знаний много, можно какие-то компетенции оценить, для них сделайте минимально 30 тестов заданий и больше. И, конечно, для того, чтобы повысить надежность, нужно делать ретесты. Ретесты – это когда вы берете, например, банк заданий, например, у вас там опять 30 заданий в тесте, вы берете банк 60, и два варианта, по сути, у вас. Делите пополам, четные и нечетные, и у вас одинаковые сложности, получилось два варианта. И вот вы должны один вариант протестировать, потом второй вариант протестировать, и затем понять корреляцию, вот эту ретестовую надежность. Ну, это уж очень такой серьезный подход, но важно. Важно, по минимуму хотя бы на 10 человек проверьте, за сколько времени они выполняют тестовые задания, и ваши прогнозы теоретически укладываются они или не укладываются. Так, вот прошу прощения, так, опять снизу, да. Так, дальше. Второе базовое требование к тесту – целесообразность. То есть иногда непонятно, сами тестовые задания не имеют ценности практической для оценки компетенции. Вот они созданы по материалам, и все. К сожалению, существует такая практика, потому что формально подходят к созданию тестовых заданий, то есть приказано формально в УЗИ или в учебном заведении, вот надо сделать тест. Ну, вот они его делают. Хотя можно было бы без него обойтись, и он, например, не помогает оценить эти компетенции. Но важно понять, действительно ли тестовые задания помогают хоть как-то смоделировать ситуацию, в которых эти компетенции применяются на практике. То есть желательно приближать тестовые задания к тому, что в жизни на практике пригодится потом обучающимся. Дальше. Обеспечение достоверности измерений. То есть мы исключаем фальсификацию, на подтасовку. Важно контролировать и создавать одинаковые условия тестирования. Мы уже в этом не раз сегодня сказали. Конечно же, достоверность повышает компьютерные тесты, но не во всех школах это нужно сделать. Поэтому, если вы применяете бланковые тесты, я рекомендую использовать сутерфореты. Очень часто, когда преподаватель, учитель много проверяет бланковых тестов, он устает, не секрет. И когда он проверяет второй тест или 22-й, у него уже внимание немного рассеивается, устает. Поэтому, возможно, какие-то правильные ответы посчитает, неправильные и так далее. То есть вот здесь уже достоверность снижается и есть влияние экзаменатора на результаты тестирования. Поэтому трафареты, они, во-первых, упрощают. Мы, если вы запишите на онлайн-курс, можем тоже, как делать эти простые трафареты. Там как раз-таки делается такой лист, у вас в тесте формализованные ответы и есть буковки, правильные, и вы просто делаете в трафарете соответствующие прорези. Потом вы просто накладываете трафарет на листок и делаете соответствующие пометки. То есть вы не вчитываетесь в задание, не вспоминаете, какая буква, вы просто графически очень быстро пробегаете по трафарету. Это помогает в случае проверки бланковых тестов обеспечить больше достоверности и меньше уставать преподавателя. Вот такой лайфхак, мини-рекомендации. Не все, к сожалению, это используют, как оказалось. Дальше. Четвертый. Системное применение. Нельзя использовать тесты как единственный контрольный инструмент, потому что он имеет свои ограничения, о которых мы уже с вами сегодня сказали. Нужно использовать вместе с другими методами контроля обязательно. Дальше. Эффективность применения. Важно понимать, что иногда вместо теста что-то, какой-то метод оценки, упражнения, задания оценит данные компетенции быстрее и точнее, лучше. Поэтому эти вещи тоже нужно иметь в виду и не придумывать на каждый случай обязательно тест. К примеру, я вот поскольку филолог по образованию, грамматику классно проверять с помощью тестов, речь, то, как строить текст и так далее, лучше проверять с помощью упражнений или личной беседы. То есть никакой тест вам, то, как работает с текстом, на уровне текста, конструирует текст, логику, тест в полной мере не проверит. Вот из чего именно навыки. А грамматику он прекрасно проверяет, и можно не тратить на проверку грамматики время на опросы в учебном классе. Рентабельность. Тоже использовать, если дает именно точность измерения при экономии времени и средств. Иногда бывает такая дорогая разработка этого теста, то, ну, в общем, зачем потратить столько денег и времени. Вот. Может быть, использовать лучше какой-то более дешевый и простой метод. Итак, еще раз хочу сказать, несмотря на то, что я работаю с тестами, тесты не панацея, и рентабельность никто не отменял. Пожалуйста, оцените свое время на их разработку, да, оцените эффект, который вы получите. Дает ли точность измерения, и при этом еще экономятся время и деньги. И последнее важное требование это справедливость оценки. Вот почему вообще и часто преподаватели не хотят использовать тесты в учебном процессе, и часто родители как-то против тестирования. К ЕГЭ мы знаем, я этим вообще не хочу касаться. Какое у нас в стране отношение, начиная там с политиков, чиновников, заканчивая родителями и обучающимися. Вот. То есть, всех интересует, конечно, справедливость. Так, понятие, оно, конечно, во многом субъективно, но тем не менее, мы все равно должны стремиться при использовании дидактических тестов, тестов оценки компетенций. И вот сделать эту процедуру прозрачной, чтобы она субъективно воспринималась всеми участниками процесса, прежде всего, родителями и учащимися, как прозрачно, справедливо и понятное, что этот инструмент действительно показывает, что знает или не знает ученик. Какие меры позволяют снизить сопротивление обучающихся, повысить доверие к данному методу? Первый, прежде всего, это именно контрольные, доконтрольного теста проводить обучающие. То есть, обучающие учат работать с самой тестовой методикой, они снимают стресс, именно который возникает от того, что незнакомый формат взаимодействия с учебным материалом. И вот обучающие тесты эту нервозность, конечно же, снимают. Дальше, конечно, нужно заранее информировать, а вообще лучше, когда понятно, какие вообще тесты в течение периода обучения, семестра или года ожидают, контрольные точки, ожидают обучающегося. Это настраивает, подготавливает его к тому, чтобы вовремя настроиться, подготовиться, систематизировать свои знания, как-то проявить себя в данный момент в наилучшей форме. Поэтому информировать по минимуму нужно, минимум, о том, что тест будет, например, в школе, минимум за три дня, и желательно, чтобы о том, что будет тест, знали и обучающиеся, и родители. И что еще снижает, конечно же, тестирование, снижает стресс при тестировании, снижает сопротивление, это инструктаж обязательно, и он всегда должен, даже при коротком тесте, о процедуре, то есть что и как будет, сколько времени это займет, и самое важное, какие решения будут приняты по итогам тестирования. То есть, например, те, кто тест сдал, что они будут делать, те, кто не сдал, какие действия они будут предпринимать, например, они должны будут повторить эту тему снова и пересдать тест, или что-то еще, какие-то там действия, те, кто в серединке оказался, кто, например, сдал там на три, на четыре, какие действия должны выполнить они, то есть какие решения будут приняты, вот об этом тоже они должны знать до тестирования. Вот эти все базовые вещи в регулярной практике, они, как правило, создают такую рабочую атмосферу, и тесты воспринимают как естественный элемент учебного процесса, не боятся их, да, и если у преподавателя, у тренера очень интересные обучающие тесты, то многие даже с удовольствием их проходят, любят и делятся этими тестами. Я такое в практике встречала. Вот это все такое теоретическое, что я хотела бы вам сказать. У нас уже время истекает, и, как я обещала, хочу еще показать несколько коротких примеров конкретных тестовых заданий на соответственные методики. Здесь у меня будут к вам вопросы. Пожалуйста, посмотрите на слайды и помогайте мне, в чем неправильность этих примеров. Это примеры из реальной практики, эти кейсы я собираю. Я сегодня очень простые примеры, поскольку аудитория широкая, взяла, чтобы они всем были наглядны и понятны. Итак, первое тестовое задание сформулировано, оно было так. Это реально тестовое задание. Укажите приблизительно долю беспозвоночных в современной фауне в процентах. Варианты ответа 20, 50, 75, 95%. Пожалуйста, посмотрите и скажите мне, является на ваш взгляд вообще вот эта формулировка тестовым заданием. Может ли это быть тестовым заданием? Так, Виктория говорит, что нет. Так, приблизительно это ошибка. Да, молодцы. Спасибо большое. Угадали. Как я люблю шить. Угадали. Нет, на самом деле не угадали, а вы видите, что это не является тестовым заданием, потому что здесь есть слово приблизительно. И в этой логике приблизительно и 20, и 50, и 75, и 95% это все правильно, потому что это все приблизительно. Тестовое задание, да, и тесты, это у нас такая форма, как вы все прекрасно знаете, это однозначное такое высказывание, которое может быть либо ложным, либо истинным, и не может быть никаким приблизительным. Поэтому правильный ответ, что вот это задание вообще не является тестовым, и его использовать нельзя. И проверять долю беспозвоночных в современном фауне, что это знают учащиеся. То есть нужно еще на этот вопрос подумать, что на самом деле мы хотим проверить, что нам важно, чтобы он продемонстрировал. Идем дальше. Какое слово не нужно проверять? Это задание на знание русского языка, на знание орфографии. Лисенок, лесной, вода, морковь. Какое слово не нужно проверять? И вот четыре варианта ответа. Лисенок, лесной, вода, морковь. Да, Татьяна Васильевна Марковская правильно говорит, что надо все проверять. Здесь тоже нет правильного ответа. Это задание не является тестовым. Изначально, когда я это задание брала, считалось, что правильный ответ – это лисенок. Но на самом деле лисенок можно написать и через А, лисенок, поэтому он тоже требует проверки, как и слова «лесной», «вода», «морковь». Поэтому все слова здесь нужно проверять. Это изначально неправильно составленное задание, потому что правильного ответа здесь нет. Да, не могу сказать, что не точная формулировка вопроса, а вообще неправильная формулировка вопроса. Скорее, не вопрос здесь, а здесь нужно было… Во-первых, желательно не использовать отрицание, вы тоже про это знаете, да, в формате утверждения все-таки формулировать задание. Это нам помогает сконцентрироваться не на том, умеет ли размышлять обучающихся, потому что на то, чтобы понять отрицание в вопросе, нужно больше дополнительного времени, да, нужно проанализировать. И, опять же, это накладывает влияние на валидность теста, на то, что мы действительно измеряем знание орфографии, а не проверяем вообще, насколько он может логически мыслить. Вот, поэтому вот и стараются убрать отрицательные формулировки. И здесь скорее нужно было изменить и формулировку, избегать отрицательной, и сами дистракторы, да, вот ответы, правильные и неправильные ответы подобрать другие. Дальше. Следующее. Вот такое задание тоже из моей практики. Кто такой Иван Андреевич Крылов? Поэт, писатель, драматург, баснописец. И считаю, что правильные ответы здесь три. Поэт, писатель, баснописец. Вот что вас смущает, не смущает ли вас, подсказываю я вам, в ответах, в предлагаемых ответах. Слова со скрещивающимися значениями, говорит Наталья Борисовна. Да. Смотрите, писатель – это более широкое понятие по сравнению с поэтом, драматургом и баснописцем. То есть, с точки зрения логики, у нас неоднородные варианты ответов. Писатель – это и поэт, и драматург, и баснописец. То есть, он включает в себя эти понятия. Родовое и видовое. Здесь родовидовые отношения, здесь с точки зрения логики, нарушены. Да, и конкретики мало в тестовом вопросе. Хорошо. Как можно было бы переформулировать? Укажите все верные ответы. Крылов являлся поэтом, публицистом, драматургом, баснописцем. То есть, я из этого убрала слово «писатель» и разместила варианты ответов одновидовые. То есть, они на одном уровне. Это все у нас писатели, только они пишут в разных жанрах. И вот Крылов являлся поэтом и баснописцем, но не являлся публицистом и драматургом. Инициалы расшифруйте. Иван Андреевич. Да, можно расшифровать Иван Андреевич Крылов. Здесь имеется в виду, что это тест по литературе. И Крылов именно баснописец. Иногда стоит расшифровать и имя, отчество. Но если у вас тест такой, скажем так, в рамках учебного курса, можно и оставить инициалы. Это такое непринципиальное требование. Не обязательно их расшифровывать. Просто чтобы сократить задание. Еще. Очень я люблю наших преподавателей. Они действительно стараются и делают. Я сама тоже стараюсь делать какие-то очень интересные, вдохновляющие, классные задания. Но вот это одно из тех вдохновляющих, которые и по стилю, и по содержанию вдохновляют. Отметьте ученого, кому принадлежала честь создать фагоцитарную теорию иммунитета, за которую он был достоин Нобелевской премии. Пастер, Кох, Мечников, Эрлих. Правильный ответ здесь Мечников. Вот что вас смущает. Очень длинное задание. Да, действительно длинная. Длинная формулировка. Конечно, кому принадлежала честь, это действительно высокий стиль речи, и это интересно, хорошо читают. Но, опять же, нам важно проверить, знает или не знает. И здесь лучше написать более кратко. Вот как можно переформулировать. И видите, что значительно упростилось восприятие тестового задания. Фагоцитарную теорию иммунитета создал. Незаконченное утверждение. Пастер, Кох, Мечников, Эрлих. Что еще в первом? Вас ничего еще не смущает? Смотрите, пожалуйста, кроме длинной формулировки. Так, Нобелевская премия. Смотрите, то есть здесь не только... Здесь два способа, собственно, две характеристики, что этот ученый не только открыл фагоцитарную теорию иммунитета, но и был достойен Нобелевской премии. Нам эта информация здесь дополнительная является, дополнительная. То есть нам важно, прежде всего, спросить у обучающихся, что он знает, кто создал эту фагоцитарную теорию иммунитета, конкретно фамилию. А то, что он был удостоен Нобелевской премии или нет, это второй вопрос. И его не обязательно здесь писать. Плюс это может являться еще и подсказкой. То есть если вдруг он в каком-то контексте помнит, что есть Нобелевские лауреаты и помощь намечников Нобелевский лауреат, то вот это вот дополнение в тестовом задании может являться еще и подсказкой, которая влияет на, соответственно, валидность и достоверность полученных данных. Итак, можно еще короче, да, как Влада Владиславовна представляет, автор фагоцитарной теории иммунитета. Такой-то, да? Все верно. Так, и еще одно последнее на сегодня тестовое задание. Давайте с вами посмотрим. Сформулировано оно было так. Настоящая фамилия Анны Андреевны Ахматовой Васильева Короленко Горенко Ахматова. Ничего вас не смущает? Так, настоящая. Да, можно двусмысленно толковать. Фамилия или псевдоним? Так, правильно, здесь имеется в виду, да, вопрос был в том, что какая при рождении была фамилия, потом уже Анна Андреевна взяла псевдоним Ахматова, да? Вот, но здесь, во-первых, в дистракторах, мы видим неправильных ответов, заявлено снова эта же фамилия Ахматова. То есть мы нарушаем здесь немножко логику, то есть мы тогда начинаем сомневаться, а действительно ли фамилия у Ахматовой, был ли псевдоним у Ахматовой, да, если мы будем рассуждать так. Да, то есть нельзя в ответах писать, опять же, Ахматова, да, в вариантах ответа. То есть Ахматова мы должны убрать из дистракторов. И я вот Ахматову заменила на фамилию Гумилёва. Понятно, что она была замужем за Гумилёвым, и это вполне себе такой достойный дистрактор. Может человек запутаться, ну, в смысле неправильно отметить это. Так, при рождении у Анны Андреевны Ахматовой была фамилия Горенко, да, то есть правильно Горенко. И здесь у нас дистракторы, вот неправильный ответ, они уравновешенные. Есть две фамилии на Ко и две фамилии на Ва, скажем так, да, то есть они так смотрятся равномерно, и если человек не знает, то он не сможет отдать кому какой-либо фамилии предпочтения. Так, вот такие вот примеры. То есть вот хотелось бы вам просто их продемонстрировать, и то, как они связаны с методикой. И, конечно же, в рамках онлайн-курса мы можем их более подробно, серьезно разбирать. Так, что хотелось бы мне вам порекомендовать самостоятельно, да, какие базовые вещи по тестированию. Если вдруг вы впервые прикасаетесь к методике, то три столпана, на которых я училась в свое время, мне кажется, эти книги полезны. Если вы только преподаватель, и вам важно разобраться именно в тестовых заданиях, тогда рекомендую вам Вадима Сергеевича Ванесова «Композиция тестовых заданий». Это книжка старая, но она уже, по-моему, переиздавалась в начале 2000-х. Дальше. Если вы организатор методической работы в ВУЗе, руководитель, заместитель директора, то, конечно, вам важны системно представлять в целом весь процесс педагогической диагностики. Здесь Карл Манхайн Ингенкапп, это перевод с немецкого в немецкий ученый, педагогическая диагностика, которая считается основоположником вообще педагогической диагностики. И наш известный гуру Александр Георгиевич Милев «Практическая тестология». То есть вот эти книжки базовые, которые я могу вам рекомендовать. Также вы, конечно же, можете по вопросам, связанным с данным вебинаром, по вопросам, связанным вообще с методической работой, с тестами, ко мне обращаться. Буду рада вам помочь. То есть это мой телефон и WhatsApp. Можно писать мне на личную почту. Заходите на сайт, на наш проект Keto Talent. Он посвящен тестам, но там психометрические методики для оценки потенциала. Но тоже думаю, что вам будет полезно. Вот. Пока я выбрасываю еще полезные контакты в группу, жду вопросов. Сейчас загляну во вкладку «Вопросы». Но здесь вопросов я не вижу. Спасибо большое вам за отзывы. И сейчас я хочу вам скинуть нашу группу, куда вы можете обратиться. И запись вебинара будет на YouTube, и обязательно, конечно же, будет рассылка. Вот группу я скинула в Facebook. Также, конечно же, я есть в группе «Директ Академии». Это контент и медиа в онлайн-обучении. Тоже сбрасываю вам ссылочку на группу в Facebook. Так, ну, не смею вас больше задерживать. Мы уже так задержались на почти 20 минут. Я надеюсь, что вебинар был для вас полезным. Постаралась дать для вас чек-лист. Скачайте его обязательно. И смело начинайте применять и выводить уровень применения тестов вашей организации, вашей профессиональной деятельности на самый серьезный профессиональный уровень. Спасибо большое. На этом я... Спасибо.